Это Battle Brothers Legends, модификация максимальной, ну почему максимальной, хотя может максимальный уровень сложности, но знакомимся с легендами Мы нарвались, нам в таверне рассказали про уникальный предмет, мы такие выдвигаемся сразу же Приходим, тут кочевник был этот палач Мы на него, а тут оказывается и Фрит, и еще и... Ё-моё Выносливости нет, все устали, кто-то там уже Убегает вовсю Я подрезаю остатки, надо будет с Эфритом еще справиться Эфритов, Эфритов много, блин Это меч мне погнули? Нет, это не меч, погнули Травма Сейчас надо будет с этим исправляться, ё-моё, как же больно-то И сзади эти подходят Слушайте, тут, кстати, не так просто будет, они еще соберутся пару раз, сто процентов Эфриты эти чертовые Там один только смертник, а уже собираются вовсю А вынос-то уже нет Блин, 22, еще мелкие остались И сзади этот упырь тоже подтягивается Да История так себешная Ладно, тут надо просто вопреки Джамбия тоже выходит из строя Хотя бы кинжальчик возьму Он тоже будет с бонусным уроном за счет Да, прилетают новые, новые И надо отвлекаться на нижнего Слушайте, а здесь я буду страдать Выносливости-то нет Нифига Сейчас собираться Снова собираться Снова стрелять У меня сзади проблема Здесь надо мелкого уничтожать Еще одна травма Но это у нового травма, да Короче, тут могут быть потери Потому что оружие не очень подходит К Точнее, для Глепу ранили Тоже травма И кинжали с травмой Слушайте, это Может быть Серьезная Серьезная потеря Верхние соберутся Надо туда ставить танка уже, видимо Этого добивать кое-как Этого сюда ставить Этого этим пытаться Пока что коцать Дебафать А этого ставить ближе Ну, обещали уник здесь Доспех, в частности Хрен его знает Соврут, наверное Может, не соврут Ну, то есть Они никогда не врут Но Бывает такое, что Я постарался Танк подставить Но мне придется Мне придется в лагерь Разбиваться Тратить медикаменты Которые хорошо Ё-моё, нет Кинжалист Кинжалист уже почти мертвый И надо просто отсюда уже выводить Максимально быстро А как Один удар И я гуф Рашунби ударил сейчас по-другому Но даже это Я успею его отвести По крайней мере От выстрела И этого тоже отводить пробуем И этого отводить пробуем И надеемся на то, что он Да, он бьет, разбивается Все, теперь они не соединятся Наша задача только Только добить Но сложно идет Так как Выносливости нет Ребята уже такие вымотанные Песок в эфире такину Блин, ну близко, смотрите Сейчас мы могли кинжалисту просто отдать 37 А это топовый товарищ Там 12 уровня Это один из базовых гладиаторов Вот было бы Есть Давайте уник Есть Какой-то шлемак 220 На На Дайте уник На Привет, край фара Олешка, здравствуйте Нубас, Артуриз Оливарк, Алистары Смотрите, какой шлемак Непонятный абсолютно Там бармица Нос какой-то 22 на 1 вес Чуть не это самое Автофильтр У меня тут Точнее, он не работает Автофильтр Поэтому он не взял Можно было уник оставить Эти штуки можно продать Цепь двуручную обязательно взять Еще бы я пофильтровал немножечко Да, скинул фигню Вот эту вот всю И взял бы Т3 лук, например Хотя лучника у меня нет Но Т3 лук Это Т3 лук До города предлагаю вернуться До какого? До южного Альхазреда Еды нет Но еду Да, давай до Альхазреда Еду мы сейчас стиснули Только что И там разобьем Лагерь 14 аспидов Не, давай ты не будешь смотреть На всякие лагеря Настроение плохое Потому что и травмы И еды нет Все, здесь берем лагерь какой-нибудь Да Берем сразу медицина Как это? Целитель, целитель, целитель Раны ставим на заживление Но вроде хватает И пока что Чинимся, лечимся С утра берем еду Заживает, заживает Ой-ой-ой-ой Ладно Давай скинем ерунду всякую Которая вряд ли нам в ближайшее время Инвентаря не хватает Луки Очень хорошие цены, кстати, здесь Да хрен его знает Еда, еда, еда Отдельный кусок Может быть суником Или может не быть Надо посмотреть Что там реально выпало Посидеть еще в лагере Что там, говорите, за кепка? Кольчужные оплечья Которые доходят до линии глаз Прикрывает шею Тяжелый, прочный бацинет 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 Остроконечные навершия Десятка веса на 220 Не сильно лучше, чем А если его разобрать? А, тут две уникальные части Собственно, крепкая древесная лягушка И... Это похоже на средний доспех Я бы начал укреплять наиболее ценных товарищей У которых средний армор Но... Десять Тринадцать Слишком легкий армор получился, кстати Можно сюда побольше Но, прикиньте, не хватает Для баланса Для баланса должно быть Тридцать пять У меня двадцать три Подожди, а вот так вот? Двести Восемь Еще легче Двадцать один Но это открывает нам возможность Что-то потяжелее накинуть на основную штуку Раз И уже двести тридцать один И броня уже потянулась Тринадцать четыре А нужно пятнадцать пять То есть, по сути, двести двести тридцать брони Выглядит неплохо Весьма Тоже можно оставить так А эта штука как? А, это как раз Не уникальная Разберемся с броней Сейчас ее починим еще немножечко Шлемы забрала уники Да-да-да Там как бы два в одном Кто есть на найм? Пастух есть Погонщик есть Еще один пастушок есть И вот такой товарищ Не помню Дервиш Вот Дверочные мечи Тесаки Проверяем О, у него защита в ближнем бою Атака и стрельба С решительностью Блин Ну мало атаки Стрельба не особо А, подожди, он по стрельбе что? Легкая броня Среднее лечение Религия Мечи двуручные Мечи Тесаки Ну маловато Плюсов Но видите, какая проверка классная Ты берешь сразу Открываешь трейты У него Один из них классный Я думаю, что за пятьсот Надо проверять Вдруг база высокая Пятьдесят девять И одиннадцать защиты Между прочим Я бы оставил его И он у нас специалист Почему? Двуручный меч Что у него есть? Мастер двуручного меча Вот Возможно мы ему начнем Потихонечку Скармливать наш меч Либо скармливать тесак Говорили что-то про тесак Есть тесак А какие интересные Есть штуки Которые на тесачок Первая вообще пустая Средняя легкая броня У него Мощный размах Ну двуручный удар Похоже Его надо Если качать То качать на двуручный меч Пока поставлю Ему какую-то Да, кузнец так себе Кузнеца раздеваем Хорошие вещи 33 тяжеловато Но Но нормально Так Будем потихонечку Его подкачивать Что он еще раз умеет Как класс Дервиш Исцеление Ну инвентарь Это понятно все Не так много требует Хороший товарищ Третий уровень Непонятно кого Это подмассивная Астерия Я не знал Как его качать И до сих пор не знаю Качаю его универсально Пока что Смотрю что есть Пока что тройки Нормальные выпадают Четверка выносливости Четверка хп Можно пока взять ученика Отличная штука Если ты не знаешь Как человека качать Но нужно качать Он похож на Перворядника даже Типа может быть Тоже какой-нибудь Двуруч Специализация Че есть По специализации У него Проща Неясная Кроткий Реген выносливости Восполнение Неплохо Универсальная штука Как раз у него Выноса нет Я бы взял Восполнение В качестве Такого Универсального Краснов Краснов Здравствуйте Да Но люди у нас побиты Надо все еще Чиниться Надо все еще Лечиться И надо Проверить О Вот это вот Выносливость в жизни Но он видите Подлец Подлецов брать Команду не стоит Сразу будет Серьезный штраф По Выносливость Три атаки Слушайте А это может быть Лучник неплохой Пастух У него база Какая у пастуха Но три звезды Это очень хорошо Три звезды Инициатива Давайте Нанимаем пастуха 53 Причем он прошел Тренировку И три очков Навыка Но вот я этого не И урон в ближнем бою Агрессивный Понятненько Урон в ближнем бою Не нужен Но зато Видите Инициатива есть 53 с тремя звездами И выносливость Этот товарищ Может быть Хорошим Кем? Прачником Лучником Или арбалетчиком Между прочим У него есть Специализация по арбалету Соответственно Пищаль Слушайте А на пищаль Была бы Наверное Мускулиность Тоже хорошо Заходила Для увеличения Базового урона Раскручивание Прощи Но только На прощу Распространяется Два хороших Товарища Слушайте Вот эти Это хорошие Товарищи Надо только Внимательно Посмотреть Что Мы можем Его на металку Прокачать Мастер метательного Оружия Тоже он Средняя Легкая Броня Соответственно Инициатива Есть Соответственно Подавление Есть Инициатива Здесь Инициатива Тут У него Очень много Инициативы Потенциально Плюс 50% Получается А как мы Можем Инициативу Использовать Уклонение Есть Дебаф Есть Есть ли Какие-то Там Штуки Которые Говорят Ну вот Свобода Действия Если ваш Враг Медленнее То его Атаки Лишь Царапают Вас Получаемый Урон уменьшается Пропорциональная Разница Между Инициативой Персонажей Врага То есть Можно Инициативы Добавить ему Через уклонение Через Это Через Упорный Через Свободу Действий Дикое Сокращение Урона Против Большинства Врагов То есть Если он Будет По инициативе Обгонять В 100 Ну вдруг А если Тяжелый Товарищ У него Инициатива Плохая У андедов Вообще Будет Резаться 4 пятых Урона Выглядит Очень круто То есть Я бы Его качал Через Готовность Через Среднюю Броню Через Подгоночку А почему Средняя Броня Не обязательно Те средняя Броня Зачем Те средняя Броня Тебе Нужна Инициатива Это Инициатива Погнали И качаем Атаку Качаем Инициативу И качаем Ну Приоритет Хороший Есть У хп Четверка Точно Если Макс Ролл И защита В дальнем Бою Скорее Всего Давай Хп Четверку Отлично Теперь Осталось Его Экипировать И решить Что он В перспективе Будет делать Но это Не обязательно Делать Сразу То есть Можем Можем Подотложить 75 Какие там Вторые Может таки Сделаем Одного Метателя Для разнообразия Может Сделаем Метателя Для разнообразия Тем более Метатель Его минус В том Что он Как бы Слишком Близко Должен Находиться Но с Учетом Его Защитных Характеристик Он будет Реально Хороший То есть Карманчики Какие Нибудь И пошли В металку Вот Баллистику Можно взять Благодаря углубленным Тренировкам С оружием Точно Знаете Тракторию Полета Снарядов Штраф Попадание За дальность До цели Уменьшен На минус 2 За каждую Клетку До нее Для металки Очень хорошо У нее Дикий штраф Идет Гораздо Больше Чем У другого Ну У стрелкового Оружия Давайте Метатели Из него Сделаем Хорошо Так Этому Как Все Никак Не можем Блин Взять Взять Булаву Двуручную Она Есть Нет Это Не та Булава Этот Ну Булава Двуручная Но не Булава На самом Деле То есть Это Булава Мне нужен Молоток Так Что делать Тогда Где Деньги Тут Брать Чиниться Потом Смотреть Видимо Давай Еще Починимся Починимся Подлечимся Разбиваем Лагерь Лечимся Отремонтировано Почти Все С точки Зрения Лечения Конечно Заживает Заживает Третье копье Надо обязательно Сейчас скипировать У меня есть люди Вот у этого Третье копье Но он Специалист По копью У этого Тоже Копье Кстати Первое Но может быть Медведю Сперва Выдать А этому По наследству Второе Выдать 14-14 Гибкость 15-5 Вообще Идеальный По балансу 85 Защита Смотрите Какой Классный Только Дохлый Как не знаю Кто Черный Кот Это У нас Копейщик Который Тоже Ждет Блин Тренировок Я даже Механику Тренировок Не Не Понял Не Посмотрел Новенький Прикроем Новенького Этот Может И должен Наверное Стоять Тоже На первой Линии Этот Новенький Будет Качаться Из-за Хорошей Атаки Хорошей Защиты Ну и Посмотрим Там На двуручный Меч Непонятная Глепа Не нравится Она мне И Четыре Человека В запасе Что касается Арморов Арморы Это Самая Бардачная Механика Просто Бардачная Бардачная Ни черта Непонятно Рубаха Рубаха Что тут Как Тут Где Эти Т3 Т2 Давай Накинем Всякую Фигню Чтоб Оно Место Не Занимало А Шлемак Можно Дать Гладиаторский Да Кому Сразу Слишком Тяжелый 44 На 4 черепка Ходили Нет Еще не ходили На 4 черепка 4 черепка 4 черепка Вот этого Какая-то Стремная Броня Вообще Как 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 Вообще Так Получилось Что У Человек Просто Вроде Тяжелый Доспех А он Непонятно В каком Шлемаке Находится Уже Немного Получше Двуручный Тесак Есть Двуручный Цеп Двуручный Меч Какой-то Никакой Какой-то Никакой Ну ладно Давай Как мы Там Подлечились Немножечко Починились Четко Только Травмы По сути Остались Минус Вынос Минус Вынос Но У людей Которым Это Не критично И деньги Заканчиваются Что Неудивительно В общем-то И инвентарь Тоже Просто Такой Похеренный Такой Бардак С этими Арморами Давай продавать Хотя бы Базовые Какие-то Вещи Которые Не очень Решим 70 Неплохо Гомбинезон Кое-как Так И глянем На квесты Двойка Выследить Нечто Это Эфриты Или Изгнать Кочевников Но на Три Черепка Нет Давайте Что-нибудь Попроще Толис Посмотрим Там 2 1 Плюс Арена На обратном пути Уже будем Смотреть Надо Деньги Заработать Кризис Нежити Идет Несли Коцкий Гонщик Древний Жрец Некромант Восставшие Древние Легионеры Блин Древний Почетный Страж Некрокультисты Вы Издеваетесь Что происходит Там Такая Пачка 10 Разных Типов Врагов Это Это Что-то Нехорошее Нет Денег Нет Чтобы Чтобы Сейчас На кого-то Засматриваться Опять Выследить Нечто Но Найдем Черепок Давай Луч Кочевников На 1300 И там Посмотрим Резко Говорит Между Чуть Чуть Кратко Что за Трай Какие У него Цели Эти Кто Танки И Отличного Стрима Короче Это модификации Типа Лонгвора Называются Легенды Тут Игра сделана Гораздо Типа Сложнее Разнообразнее Переработаны Навыки Их здесь Гораздо Больше Они Привязаны К Ориджинам То есть Происхождению Человека Тут Это Первое Что То есть Тут С одной стороны У тебя Меньше вариативности В рамках Какого-то Одного Ориджина То есть Ты например Берешь Кузнеца Он такой У меня Специализация Блин Нет Лучше Берешь Крестьянина У него Специализация По древковому Оружию И ты Из него На основе Оружия Там Их штук 5-6 Фирменных Выстраиваешь Какой-то Билл Плюс У них Появляются Профы То есть Они Могут Вот Крестьянин Замнимается Собирательством Это Отдельная Механика Лагеря С которой Я только-только Знакомлюсь То есть Людей Можно Назначать На ремонт Оборудования На разбор На лечение На тренировки И так далее Вот Враги Добавились Ложь Кочевников Рода Кочевников Разбойников Изи Вот Основа Та же На самом деле То есть Вот Если взять Например Оружие То Основа По оружию Та же самая Так С дурачным тесаком Товарищ Избранью На 200 С 300 Броня 300 Броня Не подставляем Нубасов Тут Я бы Вообще Убрал Человеком Но В рамках Вот Например Кинжалист У нас Из Это Старт Гладиаторов Тот же Самый Но Тот же Самый Кинжалист Открываешь Его Способы Способ Прокачки Смотришь Он Он Псих Просто Например Берем Кинжалиста Да Ты наверное Его Заставал Тот Тот Добавилась Прокачка дополнительную защиту то же самое ты получаешь уменьшение по входящему урону по здоровью если тоже носишь среднюю броню потом мы берем кинжалиста кинжал дуэль вроде нормально все берсерк а потом хопа в конце видишь мускулистость вкладываете есть свой вес каждый удар повышая минимальный и максимальный урон на процент от текущих озе то есть ты качаешь здоровье берешь 10 процентов позе как бы 12 урона и вроде как немного но на для кинжала который там бьет три четыре раза это хорошо вместо урона 30-45 мы получаем урон 5071 то есть тут ветка 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 по прокачке другая ветка 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 но и сразу зашел на на эту собака сутулая ладно можно я думаю качество хотел его напугать и напугал тонкий жалец почти с одного удара убивают снимает эти 50 хитов а там уже главный еле живой ему по голове попали видели если удастся и снять с него армор я был бы счастлив раз-два-с не удается пока раз-два-с убили кажется сняли броню там у него не все упало вот или например ты берешь просто я как знакомился брал там стандартного крестьянина смотрю у него есть заготовка стены что бонус к вилам деревянным вилам косе серпу боевой косе деревянный цепь в результате боевая коса получается то есть такое оружие двенадцать бонуса двенадцать двадцать пять процентов урона следующее бонусный урон тоже к определенному типу оружие ты такой ага как мы можем использовать видим спирвол видим мастер стены копий и видим еще дополнительно мастер проколов в результате коса которые не используются в оригинале практически никогда ну кроме старта какого-то потому что ничего копьё 40 60 это ну т-1 т-2 якобы копьё превращается из 40 60 в тут неправильно 46 72 превращается в 70 120 как-то так благодаря вот всем вот этим вот а и добавляешь еще тоже с мускулистости двенадцать флэта туда но это уже мелочь короче много всего понамешано понатыкано и много такой можно сказать несбалансированности какой-то на данным по крайней мере этапе я наблюдаю тем не менее враги то тоже стали и новые появились и усилились старенькие пока что больше всего меня смущает то что есть новые враги которые о которых я ну первый раз видимо сегодня встретили орка у которого 300 300 типа броня ну 250 хит броня 300 броня обычная и 800 хитов просто 800 хитов и он был только один а я убежал десятью людьми от него у него двуручный хват ай встал и мы броню разбили у человека из-за этого идите увы там будут какие-то остатки несчастные да бронька куда можно делать доктора серпом гоблинским мечиком с которым док будет резать лордов как консервные банки открывашка много приколов вариантов очень много здесь очень много вариантов а а а а ну еще идет сейчас бесячий кризис андэдовский который приводит к тому что люди встают из могил и но не такие немножко душноватые то есть они особо не влияют на такой стадии ну по крайней мере в такой миссии в таких миссиях на происходящие но вот возвращаемся я нарастрял так прилично народу не неприлично четыре человека но там был один олень хороший четыре человека вообще неплохо так тут остались и фриты из за денег ни хрена нет пойдем на арену гулять на арене мы трех прокачали и несколько вождей кочевник разбойник головорез прачник лучник а что он будет сражаться прям ничего по себе с новости какие там два вождя видимо а фамилия 85 давай пробей ага с сайфом ну в смысле с этим с двуручным как его что там за вероятность 80 да ммм ммм интересно какой замышляет хочет обойти и видеть видимо к сержанту надо было копье выставлять видимо ладно вяжем этого лучника тут хрен его знает и все равно не пробьешь скорее сюда скорее сюда хорошо он поставил ой так тут у нас сайф решил все таки идти сюда зря я подхожу смы сайф должны убивать стараться хорошо стан прошел по сайфу добили его тут же стоп а этот назад пошел уже давай ловить его наверное у нас же инициатива все равно больше мы успеем его под дебафать семь процентов он пытается попасть по нам прикиньте ну минус мораль плюс мораль пустом защита хорошая ну и андеты пошли опять убегает один кочевник шайла говорит на ютубе нет стрима скорее всего нет это надо создавать отдельно обычно это делает эспирант но когда я заранее анонсирую трансляцию сегодня трансляция была днем и ну короче как только пришел сразу запустил стрим его возможно из-за этого аспирант не успел поставить ну создать стрим там андеты которые встают им же нужен еще целый ход для того чтобы начать атаковать то есть они как будто бы ход пропускают если я правильно понимаю что ты за это время успеваешь там ну они какое-то время все равно выиграют собаки ну конечно 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 и этот встанет а вот стрикс привет есть хорошо так 210 армор на 250 до волчьи южной кольчога надо надо сейчас попробовать этом раскидать по нашим ой масса лавы лапов во первых лев прости господи опять ебир лев у нас тяжелый притяжелый защита атака вынос амелия которая очень плотная 85 защиты что мы будем делать вроде уклонение есть теоретически враг медленнее атаки царапают вас получаем урон пропорциональной разницы между инициативой врага и вашей у нее инициатива есть плюс мы инициативу перспективы можем еще апнуть может быть и взять ей свободу действий для танка кажется что выгодная штука какая у тебя инициатива 140 надо брать если ваш враг медленнее то его атака лишь царапают 30 50 60 70 80 10 30 50 70 погнали и качаем мы естественно деф качаем и получается инициативу и тут ничего полезного нет кроме резолван ну она не атакует ей атака не нужна вынос тоже особо не нужен ей либо защита такая но наверное для танка резолв то поважнее будет также змей апнулся да ой и на 13 уже навык можно следующее взять офигеть если в оригинальной игре у вас после 11 все навыки закончились то здесь пожалуйста не хотите ли еще а я хочу качаю ему атаку защиту и хп видимо все таки что мы можем взять еще одинокие волки всякие там второе дыхание когда здоровье опускается восстанавливается выносливость полностью есть не очень хорошо потому что на один удар распространяется хороший боевой дух в теории может очень много бафов дать особенно с классным сержантом стрелы удар сильнее шанс попасть голову навык ближнего боя если изнурен ну если статусный эффект по джамби вроде как хорошо заходит но быстрых рук нет поэтому я не могу гарантировать выдержку рекомендуем выдержка а где она выскажите за окружением может быть вы скачете за окружением а вот эту 8 коз да надо брать надо ну это да это минус эффекты всякие опасные шанс выжить фактически в два раза повышается и 8 мазай который мне как человеку который но это гладиатор я не должен его терять поэтому выдержка до 10 хп еще считаете один флэт урон вон 56 78 так товарищ который типа учится и будет каким-то непонятным с хорошей атакой последний герой а что ему хотел у него рокировка есть немного у кого есть ага группы сперринг и натренированный или жонглер рокировка хорошо спасать товарищ может рокировки особо нет назовем его роки по прозвищу ровка джамбе джамбе т3 оружие или что-то еще т3 оружие так вот у нас инициативный стрелок да он качает вы не поверите стрельбу инициативу и опять 4 хита на следующем уровне вероятнее всего берет уклонение потом скорее всего берет подгонку еще бафает ну меньше усталость от умений самое главное 30 инициатива уклонение нам сразу даст чуть ли не 15 15 17 17 прикиньте защита 17 17 но это стрелок пока он с копьем потому что потому что сержант сержант через перевязку кажется качается у нас у него бинты они бесконечные и он сможет сейчас уже на полевой медицине лечить людей мы ему качаем резолв к сожалению без звездочки но кое-как 115-120 выкачаем защита в ближнем бою и видимо наверное даже защита в дальнем тройка фиг его знает наверное да вот у него с бронё беда у него вообще беда с бронёй ему надо сейчас натыкивать все что только есть где там первая основа кольчужная рубашка это двойка 1 2 230 уже кольчуга кипарик так и этот товарищ вообще непонятный 59 а кто он саппорт стенокопии легкий средний месть копье эх что это товарищ на увольнение а молитвы не смотрел монаха не или нет пока еще ну не было монаха пока еще ничего не смотрели я беру персонажа постепенно его изучают ты видишь монаха ему ну бас никакого монаха нет или дервиш это монах двуручный меч двуручный меч ему а ну да хотел двуручный меч ну да ладно давай пока ученика дадим дальше посмотрим надо в лагере распределить новых товарищей а вот ли эффективность инструментов переработка ну да перед передаем вот таким образом видимо ракировка тоже ремонт исцеление дервиша ставим и на разведку ставим так поехали поехали у знаменоса есть твою молитву угу слои можно снимать нажимай 1 2 3 4 р да я привыкну рано или поздно наверное 6 нац хроров 6 нац хроров 6 много у нас есть копейщик хороший да не факт что он поможет он может промазать и все закончится и это тоже не очень разбиваю ненадолго лагерь а уже день заканчивается я лагерь разбиваю вечер сумерки ну немножко подлечились конечно давайте на нац хроров сходим это опасные ребят а и закончился как-то как-то очень странно это происходит посылка доставить посылку и три черепка это скорее всего кочевники три косаря кочевники ребята трындец какие непростые все еще никак не могу найти комбинезон хороший в качестве основной рубашки 6570 тканевые шапки округлый шлемак я на него не посмотрел а он оказывается весьма и весьма неплох круглый шлемак какого тира первого тира хуже чем этот у этих всех уже ровненько да да почти ровненько разница небольшая 110 эти можно ставить у так ну что будем кочевников пытаться три черепка наверное будем поехали это сложно ну никто не говорил что будет легко танцующий с клинком с клинком палач несколько лучников будь они неладным разбиваю лагерь и жду до конца ну потому что не починины не полечи не полечены и мне нужно как раз к ночи я и выдвигаемся да давайте сколько вас там 22 человека трындец танцующий нам как-то на арене валял там был герой танцующий то есть у него частотов было 15-20 процентов больше но да так цепь тут могут быть проблем мягко говоря мягко говоря ни хрена не попадающим дальше а чё мы не попадаем там можно узнать понятно видимо нельзя просто отвратительное начало у меня по ходам с глеб и танцующий ё-моё да и он попал сразу никто сюда не прыгает глеф глеф промахнулась на внизу жопа начинается два ключевых злы дня меня меня начинают уже ракировочку оставить бы тут в качестве страховки да сверху да сверху то мы пройдем сверху я не вижу серьезных проблем я думаю надо снизу пытаться прикрывать как там может быть даже как-то так я не уйду от этого от цепа никак вообще не уйду тут глефа но глефа без берсерка хорошие удары вот под конец были но идет палач с цепом и секира под массу может подойти по трем ударить пытаюсь дебафнуть секиру в смысле этого а я пофиг вот так это товарищ плотный он все равно вертел щиты как бы ему плевать там пять процентов по нашему бьет да надо танк ставить и вот этого в пыль в глаза пускать и разделяться ай чё ты делаешь дебил блин я вообще не увидел что он завязан так часто бывает андеды андеды кстати вот например завязали сейчас мне в плюс да только сейчас влетит тебе и тут удары и глефа влетит вот эти вот двое подставляются дико причем я сам подставил да минус зомбарь сейчас будет удар да попал но по одному попал окей пытаюсь его протыкать как-то прорваться и протыкать отлично протыканным прорваться и протыкать отлично протыканным теперь наконец-то мы можем убрать уязвимого все вроде справляемся а адреналин у него мне бы глефу у него выбить у барсука и у этого наступает да кто-то убегает я сейчас глефа тоже будет пытаться убежать я попробую ее танком заблокировать у танка точность конечно же никакая из-за того что в песке я был видимо инициативы не хватило чтобы нельзя подходить тут это уже к правому нельзя подходить сняли мораль у и глефу подблочили немножко вот хорошо тут тут как бы на одном оружии можно неплохо подняться не говоря уже там уже и плохо ой я не увидел человека с цепом ставшего все место один минус все место один минус вообще можем только так вся паника ну неплохо 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 крутые ребята говорит дэвилмен да я за гладов играл два кинжала плюс танк два кинжала плюс танк да там там можно просто в определенный момент понимаешь что тебе очень хочется побольше двуручей и тратить человеку у которого именно тяжелых двуручей может в легенда кстати с выносливостью там есть перки которые решают некоторые проблемы с выносливостью не так все короче в оригинальной игре тебе сложно толкового двуруча сделать если у него не будет хорошей атаки защиты и желательно вынос можно делать какого-то одноударного товарища ну без выносливости но у него дпс значительно меньше чем ну что глефу выбили цеп выбили кипарик на какой-то там 230 тоже комбинированный видите цельный тюрбанный шлем называется тюрбанный шлем ох и опять сейчас это надо разбирать блин смотри чё как и экипировать своих так танчик который который копейщик танчик который копейщик средняя броня у него есть получает он 4 дефа видимо тоже мускулистость раз у него копье хочется тройку атаки ну потому что копье тоже мелкое мелкий урон сравнительно тридцать 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 пять сорок у тебя сорок сорок четыре сорок девять ну там десять десять урона добавляется сверху и вот у меня под вопросом глефа это чертово надо надо определяться с тем что она будет делать это либо сильно легкая броня либо закаленный боях вынос ему не нужен поэтому логично ему делать закаленную по идее брать прям тяжелую броню ставить и улыбаться а все равно второго удара у нее нет у него нет ну будет он тратить двадцать три выносливости за ход под сплэш но восстанавливается двенадцать там возьмем еще двойку восстановления может быть вот восстановление на выносливости еще восстановление пять можно за ход если усталость большая то есть он в любом случае будет бить что не будет ну посредственно я понимаю что он посредственный но защитную какую-то штуку надо брать ему по-любому но для ним было он забейте он не такой жирный не такой защищенный еще без инициативы некачественные у него хп будут да давайте тяжелого делать из него и это значит что мы во первых можем мы должны провести там ревизию посмотреть что мы там взяли из броник и попытаться на него что-то осмысленное нацепить была помните рубаха какая-то вот это вот 70 основа дальше мы идем первая пусть кольчуга несчастная плюс наверное вот это на 70 уже 190 но 3 4 они такие уже скорее скорее косметические уже не плюс 2 перка на вынос на посмотрим скорее все так и кипарики парик у него 200 если мы разберем кипарик мы обнаружим основы 130 21 нет это не основа вот она основа основа 65 65 70 но это с нашлепкой надо их про ранжировать 75 тяжелее 80 давай 80 сверху эту кепку ну и 3 тоже такие косметические стёганый доспех двойка ладно 200 200 пока пока хватит наверное и наш новенький который которые типа двуруч на самом деле но тройку защиты дали окей но выноса нет ни хрена дают уже второй раз непонятно что поэтому я сомневаюсь в любом случае надо делать средненьким берем баланс баланс 93 слишком тяжелый доспех ну а давай поменяем местами поэтому 280 120 180 120 180 ой тут еще кипарик такой 7 5 15 4 а не погоди тебе как раз не хватало но 200 200 это перебор давить для кепки короче здесь я пока не разобрался 195 и броню нацепляем это же лучше лучше на десяточку черт ногу сломит нет броньки нормальный на второй слое нету ничего нет есть еще погодите 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 не торопите 10 3 нам надо сделать так чтобы вес был 35 месяц 25 там основанию никакая можно 775 дать серьезно основа никакая а вижу все спасибо 65 у меня есть основа 75 ну 65 можно основу дать раз два три уже 175 уже 10 3 11 3 нужно 15 5 по-хорошему уже броня 200 можно закрыть это кипариком 14 4 но вот как то так как то так и тогда у нас как бы получается средняя броня да там 200 180 на самом деле в голове наверно поменьше естественно и так далее все возвращаемся еды нам временно дали потому что это лагерь возвращаемся в садис смотрим да и еды нет понимаем и три косаря просто получаем сразу бам добрый день заглядываем на арену смотрим что там турнир если бы это был культистский я бы сходил на турнир когда у меня там уже было пять человек такие прям а тут я пять человек не наберу у меня есть ну трое хороших кинжал да этот уже с натяжкой потому что у него оружия нормального нет танчик хороший да есть второй уже с натяжкой а по-хорошему тебе еще лучник туда нужен короче это не сейчас спутники повозка так зачем повозка у нас места в принципе хватает денег не хватает нам нужно нужен молоток двуручный это раз нам нужно добрать команду это два глефу оставить не оставить глеф такая дешевая не будем оставлять цепь бы я оставил но опять же сейчас уже такой идет плавненький переход в лейт плавненький короче я не разбираюсь в том что продаю к сожалению мы можем третий лук дать уже наверное человеком как вы думаете и копье третье тоже вот этому на замену вместо второго я слышал для лука нужен колчан теоретически а лучше 2 также лучнику так как он начинает уже играть в опасные в очень опасные игры желательно бы выдать щит которого у меня нет и вообще вот его как раз надо было бы одеть по лучшим 115 а третьего третьего армора считать особо нет 145 185 обзор минус 1 турнир 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 ну ладно теоретически кого я могу взять 1 2 3 может быть 4 может быть 5 с большущей большущей натяжкой и с хреновой броня броней не турнир это это гувчинский сразу же будет может не сразу чуть позже в скорнике в скорнике бы сделать эту стран ткайн далеко далеком далековато у меня все еще амбиции висит на победу над наемным отрядом куда там сейчас здесь в скорнике кажется сделаем да еще караван тройка санкай пять дней полное отсутствие контроля очень мало денег разбиваем лагерь чинимся лечимся немножко хотя бы и проверяем в скорнике делаем накидочку из лютоволков кузне вы проверить очень классно тормозит когда заходишь внутрь из-за того что рецепт отображается ну туда броньки есть там же булава или молоток тоже взял не нам нам нужна именно булава ой смысле молот а булава двуручная она не настолько приоритетным шестнадцать гиен орда о несколько древних гладиаторов следующий тир несколько древних почетных страждей это т3 андеды и несколько гладиаторов ох пойдем когда-нибудь обязательно разбойник орда головорезов несколько вождей а я не знаю можно попробовать с повыполнять квесты выследить мертвецов выследить нечто дождемся кузнецами а уже дождались получается молоток нужен мне нужен молоток я проглада в кузне 5к т3 было ваше стопер да не нужен шестопер мне и 5к и ты тратишь все деньги дальше как какой план у нас ооо есть уникальные пошли как saute ламберт-покоритель царств ооооу это гарантированный уник человеческий при чем никакой то вам там гоблинский или орковский ламберт а подождите а что это за иконка это просто это случайно не ламберд и адская гончия вот он с черепком у него фехтовальный меч о двуручных фехтовальный что говорят он не очень но надо проверить лютый мастер меча всех убить может уклонение твердолобой все остальное блин овощи от ряби забейте просто от ряби но т1 т2 наемники надо концентрироваться на том чтобы его вязать хорошим танком на него вы вывести вот этого танка вывести вот этого товарища вот этого тарика вывести пока не могу даже так сделаю видимо назад назад пока так ни хрена ты не вывел танком я пытался но там слишком много внимательным я не знаю что за навыки у мастер меча то есть там скорее всего тоже какая-то skill от инициативы прыжки в твою сторону кстати он первым атакует уже и это двуручный блин меч вот и он просто прыгнул в нас как бы просто в трех человек прыгнула так нормально все задача бить кинжалистом сверху вниз задача подстанет этим товарищем в идеале я даже подтолкнул его попробовал немножко вообще не попадаю 5 шанс шанс 5 шанс 5 держу в курсе кажется конечная до 17 шанс у ггм и у него инициатива такая что он первым будет атаковать но первому идет run мольф я почти уверен у него 200 хитов с учетом брони сетки если за стрелком разбирай рэнж деф у них малым все-таки нет да удар то пережили но 20-30 30 урона я попробую поставить а что ты сделаешь то ну попытка оттолкнуть на но это не то попытался оттолкнуть и не получилось тоже не хрен попадешься по нему попал 21 сан джесси михаил спасибо за 100 за струю бобра и подарены эмоции скорейшее обнаружение двуручных пушек спасибо большое тебе стану промахнулся те промахнулись 20 процентов все промахнулись тут как бы еще этот умирает порадовался чемпиону попробую дебафнуть его до лучник уже скорее мертв чем жив лучник минус на копейщик то тоже скорее всего он просто уничтожает она сейчас 2 уничтожил почти ай ну да рокки бальбо бестолково пытаюсь его вообще ему плевать у него плюс мораль еще плюс мораль раз будет еще минус 1 у меня под шумок еще снизу умирают минус 2 умер тут глеф паникует и не добил еще капец он передвинулся к этому чуть-чуть осталось да не убежит глеф там не ну и он было вязать танком просто и расправляться с остальными потому что у меня сопутствующих потерь гораздо больше ну все это конечное ну уже потери такие кота с которыми я не хочу продолжать сейчас если у вас есть какие-то рекомендации по следующей да плюс мораль сам гага хорошо познакомились у вас танк стал зачем пытаетесь копьем тыкать да я не знаю я растерялся уже я уже сдался на тот момент когда у меня первых двух убили все у танка таунт какое взять я не хочу за гладиаторов они конечно классные но надо попробовать что-нибудь новенькое желательно чтобы основа была хорошая механика интересная некор сразу это 4 с 4 это такое себе нормальный троп получился горит хотя учитывая незнакомство с модом искатели приключений они же вообще с рандомные или нет искатели приключений не вижу таких попрошайк давай попрошайка плюс ли попрошайка просто приключенцев не надо слишком простой старт наемные убийцы ассасины отряд искатели приключений повышенный шанс столкнуться с враждебным чемпионом мне нравится погнали а сид есть у кого-нибудь напишите пожалуйста если есть перед навыки убитых а да там 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 он очень перегружен на старт это прям рпг максим 6 братков отряде прошлый трай был на эксперте так как слабое лечение было не понимаю ладно говорят искатели не очень сестринство егерь тайное собрание темное искусство и он давайте посмотрим все таки отряд искателей приключений пофиг на код карты айда мага или дикарь или охотник от кто же там маг же есть перед вами распростерлась широкая равнина до самого горизонта покрытая бесчетным множеством цветов десятки запахов доносятся до вас окружат вам голову но среди них выделяется один запах новых возможностей вы оборачиваетесь к наемникам которые спешно разбивают лагерь за вашей спиной эти люди вместе с вами с самого начала они верят вас и надеются что вы приведете их к славе и богатству этих смельчаков вскоре будет знать весь мир пожертвовать даже своими жизнями ради блеска золота которого на этих землях также много как этих цветов быть может эти парни незнаменитые войны но они с вами этого многого стоит вы вдыхаете луговой воздух полной грудью и после громким окриком спрашивать у бойцов как будет зваться ваш отряд battle brothers здешние земли таят в себе опасность на каждом шагу мародеры грабители сидят засадах это мы все знаем прославимся 6 человек причем берсерк защита хреновая в дальнем бою но отличный урон защита ближним выносливость какие-то новые перки пинок амбидексер удушение а он без оружия биться может типа без оружия захват и что убийца бодик ножевой бой без принципов регион выносливости инициатива урон ближнем бою инициатива шанс попасть голову у них за за прописанные трейд и то есть тут как бы ролл не ролл они такие навык ближнего решимость преданный боязнь знати защита 39 3 звезды на какие-то крутые чемпионы этот с посохом стрельба видимо металка этот явно офицер увеличить боевой дух перед началом хорек прекрасно решимость и лучник что три вообще крутые ребята защита ближнем бою урон в дальнем бою защита в дальнем бою все погнали этот топ просто 6 6 а тут кто-то сказал что максимум 6 человек но я не уверен пятый уровень сразу у ассасина смысле у этого кин у кинжала и причем ей третий кинжал сразу дается 20 40 считаете кинжалист но очень дохлая скорее всего специализации по кинжалу надо смотреть то есть становится доступным менее метать метательного ножа который наносит было пробивает не имеет шанс попасть в голову там что-то с головой у него было связано да инициатива очень высокая инициатива но к сожалению средней брони нет и есть только готовность по инициативе это уклонисты кинжалисты я найду что-нибудь полезное для нее вопрос чего начать учитывая что у нее там с брони вообще беда и с жизнями беда будут больше шести человек до 25 просто какой-то товарищ сказал что здесь только что только 6 он видимо стартовал видела ограничение 66 и закрывала как бы в легенде увеличивается вместе с твоей известностью размер отряда ладно может быть и выбить дух из цели при попадании надо проверять на живой бой то что выбитый дух это статус три о д два боеприпаса ошеломить высокий шанс то есть это как раз мы статус навешиваем на человека чтобы с булавой не работать чтобы кинжальчик у нас работал таким вот образом дальше вероятнее всего надо брать в любом случае уклонение при этом у нее мускулистость есть притом она ловкая то есть ей нужно хп вообще качать либо ей качать а и хорошо свобода действий в конце зайдет у него такая инициатива будет жалко только средней броньки нет ты сладно уклонение в любом случае рокировка есть тоже может помочь смотрим по кинжалу при успешном попадании по врагу который стекает кровью или отравлено закладывается стекает кровью отравлен выбитый дух если персонаж находится в облаке дыма то он получает навык ближнего боя получать штраф к навыку бежать а вот и отравление пришло при нанесении урона а за врага кинжалом персонаж получает 25 процентный шанс и восстановление усталости заход какая вообще держа кинжал в основной руке он получает 12 навыку ближнего боя и восстановление усталости заход не глядя берешь истекает кровью или отравлен до или отравлен вот они сочетаются 14 отравление считает и одну цель отравляешь за за один свой раунд мастер кинжала надо надо взять вперед чтобы три удара было ну и погнали наши приоритеты это атака защита инициатива и четверки на на хпм только так но это убийца причем это девочка убийца что примечательно а у нее восстановление выносливости выносливость вообще забиваем не качаем и ничем очень крутая она будет круче предыдущего кинжалиста она уже круче предыдущего кинжалиста ну почти там дойдет как надо до нормальных вещей до дуэлянта когда идет до мускулистости мы ей там 80 90 сделаем хп а свобода действий сделай так что по ней будет проходить от большинства только 20-30 процентов урона надо не забыть будет готовность взять крутая но с ней более менее понятно будем смотреть это это основа в любом случае кинжал причем кинжал не со свапом каким-то она сможет статус накладывать сама и наносить она еще может броню же это кинжал такой не джамби обычную смысле татришный она тяжелобронированных людей будет скрывать особенно благодаря свободе действий можно сделать вот этого берсерка чисто милишником потому что во первых у нас не было никого с такими с такими показателями у него много хп у него атлетизма не только в самом конце получите удвоенный эффект от навыка ловкач когда доспехи и шлем сняты настоящий бишь берсерки штаны не носят мастер уклонения до последний герой безумец получать случайно минус 15 при каждой проверке нежести боится до 94 атаки да это нормально когда спецов уберешь на 12 у него двуручный меч пока что специализации при этом по двуручному мечу нет но есть мастер рукопашного боя овладейте боевым искусством рукопашного боя снижает затраты усталость на умение рукопашный бой пинок захват повалить да это точно рукопашник будет но пока нечего ему качать давайте посмотрим но этот это чисто танк получается до 69 39 и зачем-то с бонусом инициатива хрен его знает зачем гораздо меньше выбор по ну то маркировочки вот эти вот спасение щиты ты явно сержант который какой-то у нас со знамени будешь ходить но при этом у него такая выдающаяся атака что хочется а можно сержанта сделать каким-нибудь с боевым вариантом да у него там перевязки какие-то опасные работенки что это такое сумки пояса потратить ежедневно в десятикратном размере повысить боевой дух да проще конечно лучника прокачать защита ближнем бою нафиг тебе не сдалась а вот урон в дальнем это супер 64 3 звезды ой внимание направьте союзника в атаку всех сразу дают навык дальнего боя решимости защиты дальнем бою какие-то еще сумасшедшие вещи ладно давай тогда потихонечку 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 вот кого делать из этого нам как бы намекают что это якобы метатель какой-то якобы какой-то метатель ближнего боя сбор рожая серпали зазубренный клинок при этом у него а это друид это друид у него перки на range от range точности скилется то есть надо каким-то образом найти друидовские друидовские навыки до корни до из группы навыков друид позволяет персонажа призвать корный корни или она и чтобы опутать врагов увядание составить противника на 3 ходу меньших урон инициатива уносливость на но это короче кастер дебаферов видимо бафер дебафера инициативу ну вообще прекрасная штука увядание составит противника на 3 ходу меньших уроны сатива выносливость на 30 процентов Позволяет персонажу призывать корни Лианы, чтобы попутать врагов Берем, берем Берем все Ну, сержанту, наверное, надо ученика дать От него все равно толку маловато У него средняя броня, либо легкая броня Ну, средняя броня явно Ладно, давайте посмотрим Ноль денег Берем первый квест Первый квест Первый феникс, окей Идем по следу Интересно, сразу несколько классов таких Много бандитского сброда Ну, типа, в рукопашку пойти Хорошо, что у нас есть этот лучник со стартом Будет Насколько помню, много выноса жрут перки Вот так вот Кладем потихонечку Ждем Проща пошла В этой броньке нихрена нет Подруги этой Ой Нет, повезло Там, там, на самом деле О, видите, рейндж у видания Алианы А, алианы Это как шамановские Я понял Хорошая вещь То есть ему придется сейчас В Тратить ОД Для того, чтобы Выскочить оттуда Если он Более уязвим Как-то я только Сержантерсы подставил Даже пес какой-то дикий Все, побежали Надо спасать тогда нашего Ну, любопытно Я понял, почему Каменский говорил, что это RPG Потому что здесь Сразу прописаны Шесть Двоих стартовых персонажей То есть понятно, что Из них можно сделать То есть у них есть И трейты продуманные И Все остальное Так, возвращаемся Сдаем Нет ремонтных наборов Нет денег Ну, это, типа Максималка Поэтому Надо для начала Из долгов выйти Караван беру Так как И я думаю, что сейчас Не нужно концентрироваться Вообще на найме Кого-кого бы то ни было Надо работать чисто С этими шестью Потому что шесть Это якобы Основа Непрощенных До хрена Ну, для квестов Нормально будет Вот только куда Да я Ассасина зря убрал Далеко Случайно попал На самом деле Не должен был попадать Дройтрус Нет, не могу Простим Тут в целом За каждого из этих ребят Можно пройти Зачистить все, что есть Кроме сержанта Наверное Да Любопытные А добирать уже будем Прям качественно Там Седьмого Восьмого Девятого В зависимости от Промахнулся Там 90 Все, не будем дальше Вот, подкачаем Посмотрим Товарищ уже Например Левела Получил Тот, который С фист Вепон Ну, в смысле С Руками будет бить Наносите удары Свободной рукой Теперь можно Использовать умение Рукопашный бой Если одна из рук Персонажа свободна Одна из рук То есть Одноручное оружие Якобы зайдет Сейчас этой подруге Выдадим кафтанчик Передадим по наследству Этот Видимо Берем рукопашку Берем рукопашку Но нужно Одноручное оружие Ну, например Копье Дополнительный персонаж Получает плюс 5 К науку Ближнего боя Десять защиты Ближнего боя Когда обе руки Свободны Нет Забей на оружие Просто Погнали бить Что он еще Атака Выносливость А, слушайте У него Мускулистость Находится вообще Не внизу Я ее искал Она вот здесь Находится Вот она Где нам нужна То есть Тройки Четверки ХП Будем Видимо Брать Три защита В ближнем И Видимо Вынос Едем дальше Так Дошли О, а тут Сразу 5 квестов Можно не смотреть На На найм Я полагаю Можно Посматривать Таверну Полагаю А вот На Сейчас Вот Первые Квесты Четенько Надо Четенько Выполнять Апы Ну Получить Левелап Что у него По урону 6-12 6-12 Карл Помним Что в нашем Распоряжении Прекрасный Стрелок 6-12 Раза 3-4 Я не хотел Лезть На посохи А друидам Наверное Кастовать Солесообразнее Все-таки Мне кажется Ой-ей-ей А, он Два удара Производит Такое впечатление Что было Что было Два Бедная лучница И не только Она Кто-то Сержант У меня Отъезжает Скорее всего Ох, жалко Нет Еле-еле Надо лагерем Вставать Ох Щиты Раздать Армор Проверить Починиться И Полечиться Итак Арафин Крестоносец Это явно Повторюсь Наш танк У него Счастливчик У него Преданность Какая-то Суеверный Против Нежити Рокировка Есть Щит Есть Второй Щит Есть И Зачем-то Блин И Мой Инициатива А сколько У тебя Инициатива Нисколько Зачем Тебе Нужно Зачем Тебе Дали Инициативу С Бонусом Это Явно Тяжелый Товарищ За Кого Начал Отряд Искателей Приключений Кажется Называется Штук Ну раз Танк Здоровяк Почти В любом Случае Три Защиты 4 4 Макс Ролл Наш Сержант Сила Боли Или Все-таки Возьмем Что-нибудь На Дев А что На Дев Броните Надо Брать На Дев Средняя Легкая Броня В общем Я не Не вижу У него Средней Броней На Втором Тире Где Она Рывок Отлет Уклонение Мукача Для Этого Инициативу Дали Да Что-то Кажется Где-то Подвох Ладно Сила Воли Не Ошибка Для Сержанта Тем Более А вот И лучник Апнулся Что Мы знаем О лучнике Лучник Лучник У нас Со вторым Луком Лучник У нас Со Стрелами Лучник У нас Какие-то Заклятые Враги Чрезвычайно Сложный Легендарный Контракт На Убийство Волков Но Это Потом У нее же Без Привязки Какому-то Конкретному Что Из нее Сделать Металку Лучника Или Арбалет Слож Пищаль Где Гладиаторы Почили Перки Для Средней Просто У нее Внизу А На Последних Уровнях Вручную Делали Поэтому Навыки Не на Своих Местах Три Уникальные Навыки А как Понять Что За Уникальные Навыки Охотник На Крупную Диш Че Возможно Страдающий Чудовищем Присаж Дополнительный Урон Зависит От Недостающего Здоровья Дальнего Боя Но Без Модификатора Заклятый Враг Тролли Лук Лук Орел Лук Да Метка Пометить Цель Уменьшив Защиту В дальнем бою Прям РПГ Но Это ОД Будет Тратить А что Я спрашиваю Лук Или Не Лук Если Все Равно Защиту В дальнем Бою На Три Хода Не Надо Брать Метку 2 ОД Действует В смысле Стоит Вообще Халява 5 Точности 4 Теревыносливости И 3 ХП Как она вообще жить будет Ну вот как лучница Она должна какие-то сейфобилки себе взять будет А ей навык дальнего боя ничего не даст А у нее рокировочка есть Молодец Вот баллистика Да-да-да Голос ветра Во втором ряду Ночное зрение У лучника Ночное зрение Используй свое превосходство Зрение И выручка Чтобы обнаружить врагов во мраке С общательных союзников Классная тема То есть Она не будет терять эффективность Ночью получается А хотя может быть И Тут ничего нет Не сказано О штрафе Об отсутствии штрафа ночью Просто о зрении Пожалуй Четверку резовую даже Выкачу Возвращаемся Берем Покупаем Ремонтный набор И распределяем Нашу бравую тему По Ну в лагере Смотрим кто есть кто Что нам нужно в лагере В первую очередь Лечение Починка На ремонт Крисоносец идет Лечение Тоже вроде он Лучше всего Давай собирательство проверим Вот Плюс 100 собирательства Разведка Ворона Разведку Тренировка Создание боеприпасов Охотам Охотам Нет Исцелением И ремонт снаряжением Собирательство Охотам На ремонте Никого нет А нет Ну вот на ремонте же стоит Все нормально Встаем лагерем Смотрим Вроде лечимся Вроде чинимся Отремонтировано Уже Только закончились Ремонтные наборы И Выслеживаем Угрозу Тут Номады Номады В качестве угрозы Не-не-не Погоди 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 30 номадов Как вам такое Много времени потратил На цехреры Погнали Стрел Нет Бывает Ничего страшного Не переживай 18 Хреров Да 8 Это много Меточка А Меточка У меточки Еще есть шанс Попадания Приплыли А Можно Несколько Меточек Ставить Они Правильно Идут Похоже Что Два Удара Делает Он С Абакен Обязательным Да Два Удара Механика Интересная В том Плане Что Он Хорошо Проскелится От Понимаете Да Он Хорошо Проскелится От Этого Флет Урона Когда То есть Он Бьет И левый И потом Правой Рукой Вот Такая Вот Механика Я думал Мне показалось В самом Начале Но Нет Похоже Что Не Показалось Вообще А если А Уже Ловел А О Возвращаемся Создаем Смотрим Новый Уровень Появляется Удушение Когда противник Измотна Становится Проще Его Задуш Разблокирует Умение Удушения Которые Становятся Доступны Без Экипированного Оружия Урон Определяется Разница Между Усталостью Персонажа И его Цели Вероятность Успеха Определяется Усталостью Цели 0 Если Бодра И 100% Если Истощена Если Противник Если Из противника Выбит Дух То Он Парирует Или Он Парирует Атаку Эта Вероятность Увеличивается На 10 Если Он Углушен Или Пойман То Плюс Мастер 40 Капашного Удваивает На Попадание Бонусы Складываются До 100% А есть Что Нибудь Типа Практичное Ну Которое Прямо Сейчас Поможет Ну Хотя Это Тоже Прямо Сейчас Поможет Пинок Вложите Всю Силу В Пинок Ногой Равновесие Ошеломи Поставленный Удар Может Также Выбить Дух Умения И так Далее Ну Один Не будет Лишним В любом Случаю Я бы Взял Реально Практичный Здоровяк Просто И все Раз Два И тройка Защиты Все-таки Тройка Защита А не Вынос Который С бонусом Возвращаем Создаем Смотрим Что Посылки Доставить Караван Сопроводить Ну Тоже Один День Поэтому Эти Последы Вернуть Ларец Сначала Ларец Пытаемся Вернуть Один Основных Разрабов Легенд Угорал По Берсу Я думаю Это Лучшая Подсказка Что Я могу Тебе Дать Хреновая Подсказка Конечно Прям Не знаю Ты Как будто Даже Не старался Так Отребе Пошло Ну Бабабам О Три удара Мне кажется Он три удара Бьет Вообще Два удара Нет Он Не два удара Та-да-дан Та-да-дан Было Нет Называем Пса Пытаемся Завязать Народ Не Корни не массовые Ну по крайней мере Пока Ну это Интересная Тема Это Прямый Отряд Искателей Приключений Если тут Еще Ивенты Понаделали Специально Под них Шесть Человек В основе Мне нравится Как раз Подобного Рода Как и У гладиаторов Когда Есть уже Продуманные Базовые Роли И качественные Товарищи Но старт Действительно Простоват Пока что Ну Это Нормально Ладно Качаю Все что С припиской Бер Снизу Описание Перков Спасибо большое Так Лучник Берет Следующий Левел Смотрим Что есть Призыв Сокола Годы потрачены На кормление Уход за соколами Сделали Вашими Друзьями Призыв Чтобы Вести Вас В битве Вести Вести В битве Блин Так хочется Инициативу Качнуть На 5 Ну Есть Классические В яблочко Для того Чтобы попадать По целям Которые За укрытиями Стоят Ночное зрение Надо тестить На самом деле Во мраке Сообщать Союз Я бы взял Ночное зрение Прям Не глядя Практически Заодно Проверим Будет ли Штраф Или нет Танчик Идет Отбрасывание Хорошо работает Что этот товарищ Хотя он Ну да Наверное Отбрасывание Щит Есть Потребность Есть 3 3 И наверное 3 Как-то так Что за Перкс С псом Отбавает Пса Дает ему Там Жизнь Кажется 3 Перка Дает ему По сути А нет Это просто Просто Призывание Пса Это не Баф Пса Это призывание Пса То есть Лучник Будет там Будет там Лучник Если коротко Здесь неплохие Цены Я бы тут же Избавился От Практически Всех вещей Снаряды Купил бы Ремонт Купил бы И Был бы Таков Ну Может быть И Да Шляпа Шута Неплохая Она позволит Нам делать Таунд Как мы знаем Из прошлого То есть Берем Фигарим Раз Получаем Таунд И Можно Наверное Было Присмотреть Даже Какую-то Бронь Но Уже Слишком Поздно Поехали На Караване Всем Добрый Вечер Легенды С гораздо Большим Количеством Контента Стартов Так Так Взяли На Халяву Повысили На Стартов И мы Уже На Юге Кочевники Подкачать 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 Экипировать Моя Ключевая Задача Сейчас Эту Шестерку Причем Не Тратить Свое Внимание На Я думаю Можно Не тратить Внимание На Любых Других Противников Ну в смысле Союзников Не брать Шестого Седьмого Пока что Восьмого Человека Потому что И так Ролей Хватает Проблемы С экипировкой Даже У основного Состава Есть Вон Отравление Повесил Кстати Это какое Отравление Это похоже На Гоблинский Яд Я опять Подставил Нашего Друга Сержанта Ни за что Надо его Поставить На третью Позицию Да у него Жизни На Ни на что Не хватает Такое впечатление Что там Реально Три Удара Идет У этого Толкаться Надо Почаще Тоже Привет Бобро Ёжик Бобро Ёжик Ой Рубаха На 65 Рубаху Я сразу Бы Передал Нашей Ассасинши Потому что У нее Ну что это Такое Она на голое Тело Вообще Носила И друид Начал Ну Получил Новый Уровень Давайте Смотрим Что есть Молитва Надежда Молитва Молитва Надежда И любви Восстанавливает Благополучие Союзников Заставляет Ага Рядом Стоящий Союзник Восстанавливает ОЗ В зависимости От Решимости Персонажа При использовании Умения Ты издеваешься Какая решимость Персонажа Наносит Повреждения Все окружающие Нежицы Надо брать И качать Четверки Резолова Улыбаться Качать Четверки Резолова Видимо Приехали Здравствуйте Здравствуйте Южный город Арены нет Погнали Гнать Качевников Копим На знамя У нас есть Сержант Поехали Ой Ну ясно Ну конечно Ой Там кипарики Хорошие Блин Ну забираемся Как быть Хорошо Как они разделены Мы сможем Там сначала Одного Покоцать Убить Потом На второго А Стоп Один уже пошел Хрена себе Ты смелый Надо было Его толкнуть Конечно же Звук Звук такой же Как от этого Как от Гоблина Хорошая защита У верхнего Пока урона Урона нет Никакого Но это До тех пор Пока мы не возьмем Пока мы не возьмем Что-то Что-то С выносом моим Стало Так долбит его Без видимого Эффекта Лучник будет Фаворитом У меня И я бы Кепки Хорошие Я бы Обозвал Этих Шесть Героев Каким-то Бо Образом Я бы Обозвал Рубаха Хорошая А нельзя Да так Тут хорошая Тоже Рубашка Давай Этого Тогда Нарядим Танком Магом Ну давайте Начнем С самого Непонятного Товарища Точнее Нет Наоборот Самого Понятного Тупого Тупой Варвар Бьет В рукопашку Последний Герой Безумен Кто Давайте Имя И прозвище Если есть Возможность Ну хотя Давайте Ламакс Ламакс Первый Пошел Девочка Но девочку Желательно бы Не называть Именем Пацана Из чатика Или Каким-нибудь Производным Давайте Прозвище Убийца А кто Это Я Тупой Варвар Бит Каменский Блин Каменский Немножко Не успел Пока Думают Кто Девочка Будет Кстати Вдохновляющая Кибердар Кибердар Кович Ну девочка Я же Говорю Татьяна Татьяна Кузя Татьяна Убийца Татьяне Привет Кстати Татьяна Убийца Дальше Дальше Идет Танк Шутовской Крестоносец Как бы Крусадр Булава Все по канону Дает шанс Начать Да Это решительность Кстати Очень хорошо Вот этот Перк Прекрасный Вот смотрите Вдохновляющая Речь Дает 10 урону При использовании Штандарта Ну у него Штандарт Будет Да Дает шанс Вашим людям Начать сражение С решительным Если только Не запрещено Чертами персонажа Ну там Типа Подлец Или что-то еще И шанс Для всех союзников Приси решительный Боевой дух Равен 30% От решимости персонажа То есть 33% Уже сейчас От соточки А будет Скорее всего 150 плюс Больше 150 Татьяна Довольно Есть Так Крусадр Штрафбат Штрафбат Так Пока Берем паузу У нас останется Три персонажа Друид Лучница И сержантерс Сержант Кстати Локи Вы посмотрите Красавец Я с Вашего Позволения Забью Локи Локи 7 Наш бывший Разработчик Ну и Вид внешний Смотрите какой А тут Кто под маской Скрывается Интересно Это Бобер Что ли Скрывается Возвращаемся Смертники В команду Это Это Чемпионы Это Победители Опять Посылка Я предпочитаю Конечно Южные Караваны И Конечно Во время Каравана Мы Встаем Лагерем Потому что Можем Разбойники Пытаются Напасть Но их Там Местный Полк Взял Раз уж У нас Все А Погоди Нам Нам бы Травмы Извините Т Нам бы Травмы Подлечить Медикаменты Есть Притейк Медикаменты Надо Собирать Ладно Не буду Стоим Лагеря Да Недалеко Тут Осталось Все Лишь Так Хорошее Снабжение Да Собрали Медикаменты Ну Не будет Тут Ничего Кроме Таверны О В дне Пути К западу Уник Попробуем Оружие Да К западу Отсюда Из рук Мертвеца Но Я бы Взял Хотя бы Одного А Шесть человек Не возьмем Мне надо Брать А псарня Есть Псарни Нет Уникальное Оружие Ребятам Прям сходу Дают Говорят Бери Микаэл Бери Нам не Жалко Я говорю Ну зачем Зачем Не надо Да ладно Бери Ты неплохой Стример Ну ладно Пойду Пойду Раз так Пойду Куда там На запад А есть Ориентиры Какие-то Пьяный Мародер Приходил Ночью Говорил Пытается Вырвать Оружие Драгоценное Из рук Мертвеца День Пути Запад Уникальная Лопата А что Не так День Пути Запад Под утро Попробуем Нацкереры Номадов Завести Можно Туда Будет Не 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 Давайте Ко Мне Вот Она Скорее Всего Разрушенная Гробница Непонятно Кто Там Но Мы Попробуем Вместе С С Непрощенными С 26 Человек Ну плюс Морали У всех Шансы Есть Какие То Там Да 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 Ты Один Пока Ты Один Пока Но их Много Там Не Не Надо Было Отступать Наступаем Вот эту часть Зомбарей Ну Зомбари Справятся С Номадами Номады Чисто Время Какое-то Смогут Нам Выиграть Не Более Того Очень Хорошо Что У нас Настроение Прекрасное И мы Счастливы Прикиньте Какой Ни Хорошее Оружие На Старте Под лутать Зря Подставил Там Ты Три Павшей Герой И некромант Ну до свидос До свидос, Михаил Счастье было так близко Убегать, заводить А как ты убежишь? Уже никак не убежишь Все-таки это был отряд смертников, да? И призраки еще Нет, никак Мне от этой сцепки уже не уйти Там два некроманта Т3 Забейте Это не выигрывается Только минан раздал, да? И призраки пошли уже Черт Надо, пытаюсь уйти До того, как мораль сработает Ну, похоже, танк не уходит Очень похоже Да куда там? О, выскочил Один, по крайней мере Ну, а толку Собака Думал, развлечет А, там Ну, там один павший герой Это как будто сильно меняет дело, да? Не, я не могу тут выбраться от них Слишком много Они не выпустят меня просто А некромантов столько, что они будут просто постоянно вызывать и все А рано или поздно до меня дойдет там остальная часть И... О, некромант О, некроманты повязали А вдруг? Блин, нет, их слишком много наверху Собачка не сожрет А вот взял бы семь собак Если бы была псарня Шесть-семь собак могут сделать Да, эти убегают уже Ну, я могу успеть уйти Потому что меня держит фактически только один Я попробую успеть все-таки свалить Да ладно, я счастью, даже в муха же похоже Не-не-не-не-не, сейчас догонит Быстро-быстро уходим Сейчас Собачка, да Собачка свою жизнь отдает, похоже Все, отходим Ай, цепанули лучника Нет, нет Я только нет Опять Не, она не выберется оттуда, естественно, никак Там четыре зомбаря на нее бегут Она не может выйти Жалко им Я отменить уже ничего не могу Ну, пожалуйста, выскочи На плюс морали Как-нибудь Все, последний шанс Уже не выскочит Эти дураки в обход побежали Жалко Ну, я буду отряд искателей приключений, конечно же Травить Очень хорошие ребята Поехали Да, но я знауник папки И почти удалось И сделать разведку и ливнуть Ах Ах, жалко 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 Так, ну, стартовые квесты, увы Имена Имена поменяются Потому что Ну, потому что Я только метательные ножи не использовал в прошлый раз Может мне пока я повременить с ними Взять ученика Взять сразу без принципов Взять подготовленные Взять мастери Что-то мы качали Инициатива Да, четверки на выносе Четверки на хитах Все остальное защита атака Хорошо Так, а здесь что-то мне нравилось Что-то не нравилось Ну, видание хорошо Просто не было сильных противников Но это не повод его не брать И прикопка тоже хорошо Но это все, все пригодится А, ему резов нужен Тройку у жаба душ Скачать резовую, если честно Ну, похоже, надо Ну, вот Он не про атаку Он не про атаку Он не про атаку Ну, какое место Представляете А там был бы Уберс Суперклинок Который я беру И все И всех убиваю И игра заканчивается И все Идеально О, оружие у Берса Поменялось Да, ему выдали Двуручный меч Самый базовый Двуручный меч Да и у этого тоже Оружие поменялось Ну, он пока с ним походит Тут цеп Аккуратненько Аккуратненько Можно и меня атаковать Как я словил в голову Ё-моё Там возвышение А я тут вообще не О-о-о К счастью было так близко Называется Не, тут сразу первая же битва Идет лесом Тем более я сейчас Бью со штрафом И да Ну, полез Абсолютно неадекватно Танк черт знает где На горку Они с горки бьют И я ничего сделать не могу Зацени скиллы на двуруче У меча Скиллы на двуруче А, уже поздно, видимо Заценили Заценили Наказано Ой, Аквейс Ну, ёпыреса-те Такое Наказано Ну, блин Вот тебе хочется Подойти под затыльник Тебе дать Я понимаю, что ты там Здоровый мужик Уже взрослый Наказано Ах ты Ах ты Здоровяк Четыре Три 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 Левела И Минималки Дают Просто На ключевых Параметрах И Ну, по факту Полез в бой Как на бас Каминский Не охренел ли ты? Так, четыре Три Три Так, четыре три три, хорошо Пять с три три, хорошо Четыре три три, отлично И 4-3-3, замечательно Берем ХП Берем кинжал 1, берем кинжал Отравленный 2, берем Мастер по кинжалу 3 Здесь Резолвы не дали Защита, вынос Хиты Резолв, защита Нет Резолв, хиты Ладно, защита Дебаф 1, интэнгл 2 И сержант сирс 4-4 Даже 3 Берем Посражаться, обезопасить Я готов, изи В болото отправили Не, нормально Тут такой проход Специально для меня Нацхерер 7 человек Прекрасная стрельба Исак Дурочный Выдали Я хотел сделать так Чтобы там Подблочили Немножко Надо было на труп вставать Все правильно Все правильно Все правильно сделано Этого убивать Естественно Чтоб не отожрался Собака Сейчас лучшенько буду Жрать Не, он даже на офицера Пошел На сержанта Пошел Вплотную промахиваемся Догнать 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 и уничтожить Вернулись До конца дня Ремонтных Не, ремонтный Маленький набор Есть Но он меня тоже устраивает Выследить Скорее Гнездо Теплетов Я надеюсь Что В гнезде Не будет Миллиона людей Пса Надо взять Даже дубинка Заботливо Поставлены Видите Как Освободить Жителей Сколько Там 14 Да какой Чит Забейте Это Это ГГшка Просто ГГшка Один черепок Блин Один черепок Вторая миссия Один черепок Вторая миссия 14 Теплетов А 14 яйцами А Яйца Ооо Так это же Так это же Замечательно Так Отставить Панику Пока что Теплетов вот я думаю как мне чем мне вообще тут убивать все равно да собаке набьют яд нехороший минус мирный минус пёс здравствуйте уважаемый заглянул сегодня в записи на гиганду и там кричит по карте бегают монолик классичный дк живу везу 100 ккк спасибо за океан эмоции привет руч спасибо за спасибо как как обычно как об как обычно вот как я сейчас лучником будут выживать как я сверху буду выживать очень ком надо видимо брать пытаться освобождать подходить пытаться пробивать в неопытные ребята у нас неопытные видим помогать надо так кажется уже пошло отступление но мирные скорее мертвым чем живым какую-то часть спасу а какую-то нет может надо было по коконам пройтись да потому что из коконов мы выбегали выбивали сколько сокровища это вот на следующий раз обязательно массу денег может получить знаю на таких миссиях через через убийство коконов одного из трех мирных спасли всего лишь ну и дальше берем каравана что же еще делать заодно берем один рем набор за сумасшедшие деньги по 180 давай продадим вот 800 голды с из ничего уже почти хватает на знамя надо не поленится раскидать всех кого на дом блин скорее тебя на ремонт тебя на исцеление охота охота а не давай добычу разведочка все при делах да все при делах 8 варваров василиски несколько василисков трутней какие-то петухи нападает 200 хп что я их прошлом трое не видел видимо они на севере обитают твою налево приехали кажись вообще без шансов тут будет а мне просто кочевники не помогают по голове попал минус там практически сразу надо было добавить могу я танка спасти как ты танка спасешь здесь не та стадия чтобы ну танк лег может конечно травма какая-то сопоставимая с дальнейшим с дальнейшей судьбой капец такое ощущение что они только по голове бьют лучше ты другого бахну ну чё не добил сейчас убьют же обстричь что из них попадает но чуть-чуть не дожил а там все равно минус выносливость была перья василиска чешуйки разные да василиск просто просто василиск на караван нападающие животные не нападают на караваны почти никогда ну и скорее всего они не должны были они просто угу мы петухи такие клюв клюв два удара просто танков пробили и все и и что ты сделаешь ничего не сделаешь так о четверка четверка хорошо сразу четверка тройка тройка отлично звезды кстати не те здесь звезды разнятся видели прошлый раз две звезды было на защите меня не обманешь 29 хитов кажется тут есть и трейты и гарантированные и не гарантированные да там 29 хитов у сержанта кажется какой сержант как как 29 55 до рандомненькие местами ох но я понял за кого буду забудут раяц это они раскрываться же будут там 11 стрелок самонер метки там другой бафы дебафы зачем ты в город зашел посмотри сначала на людей о ох 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 о может нафиг этот фист вэпон смотрите какую какую игрушку мне дали да нам не нужна не нужна минусы рон ближнем бою еще до что это так за трейд и третий молоток у инициатива шанс попасть инициатива дальней хрень ближний отлично отрубает голову хрень но этим пятерка предан и непробиваем и дальний бой жадина знать дальний бой отлично выносливость ладно играем ну ладно играем ой им ей дали среднюю броню инициативу при инициативе 140 какая это будет грязь ребятушки держите меня сеймером может даже инициативу с учитываем до с приоритетом качать она знаете сейчас на этом давайте даже готовность просто дефа столько насыпят плюс 28 это мы еще не взяли 30 процентов подгонку 190 инициатива она в ударе будет вообще а если не ударена и в ударе и свобода действий о не это не она это ус как не конечно бородатый мужик но боли навык ближнего боя восстановление усталости третий удар ну прикиньте смотрите у неё 190 инициатива уже сейчас она берет по третью броню под гоночку еще 30 процентов инициатива соответственно у неё там разгоняется уклонение на до каких-то высот она спокойно берет там с средний не факт кстати и потом вот берет свободу действия то есть если и получает 80 процентов короче 20 процентов от урона на получает по себе скорее всего потому что вряд ли у кого-то там будет больше 150 инициативы шлем с гребешком для инициатива шлем с гребешком а упорный да я пока рано еще это делать пока отчеты там штрафа нюшки ничего страшного не будет и не будешь успевать так выносливость тратить из то за дичь скилл ухо читаешь навыки выбираешь правильные все все очень просто я считаю droid пока только не не особо может он тоже с инициативой подружится рано или поздно 32 тахарёк конечно ладно давай так поехали погнали а куда идти по следу а так я иду воры в болоте выбора нет надо брать этот с топором блин там такой топор это орочий топор который тут у двух людей суммарно не будет здоровья столько чтобы было целесообразно стрелять по ним убить по ним топором знаете там колоссальный штраф по выносливости и вообще это не его это не твое ну сами подойдут рано или поздно понятное дело бесячая проща ну там это типа самый мощный из не уникальных топоров 90 120 орочий и еще 40 паузы 100 160 по брони вес минус 34 до это неприятно было настрой заканчивался только что ну вот с таким топором можно было бы того рыцаря пробить статришного засейвить от старт ну давайте да победный победный мой любимый тип стартов до выбора нет надо принимать предложение все равно все доливать надо можем кольцо продать ради до хорошей цены мажорную еду продать но все равно портится будет а нам идти надо да даже возьму ремонтный набор раскидываем народ по местам мажорная еду продать нет надо так видимо на лечение все равно никого более толкового нет ты в курсе как скилл сплит на топоре работает кажется он одновременно носит урон и по телу и по голове если правильно помню но но нет ну типа 2 а 1 раздельные атаки проверяются бам-бам но это не точно свежее молоко баранины ничего по себе мы как хорошо как же мы хорошо тут и поехали то есть для такого человека до 50 на 50 голова каритует если нет перка открыто всегда критует глава что сумасшедший что на фантазер да они сразу пошли добрый день молодые люди помпом я подцеп отставился объяснили уже что я был не прав а я не могу этого оттолкнуть охренеть это концовка ну и тем более забрался как дурачок на непонятно куда я не могу использовать эту подругу сейчас этого убит спокойно и все стал просто как 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 дурак ничего там решительность будет я знаю мне не надо так делать конечно загружаемся извините ну я пошел топором на на цепь без головы без каски мне два раза пробили в голову и все и планет не то хотя ладно давайте здесь чё нам эту миссию караван переигрывать какая разница старт все равно они хардкор не хардкор михаил переиграй миссию одну собрались загрессивнее сэйвами мне совсем сэйвами мне не интересно играть мне резко пропадает интерес когда трая запаривается как было с прошлыми гладами все побежали 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 уже кипаре кстати надо сразу выдать хотя бы так из про собаку не надо было забывать мне еще травма на минус навык ближнего боя еда хорошая все довольны айда хорошая все довольны из-за того что у нас добытчики принесли к востоку отсюда в дне пути ладно раз уж мы здесь давай зайдем посмотрим ну а вдруг там 21 человек все понял по болото отступать долго ну вот этот лагерь дают похож на тот где мы остались в прошлый раз вечер хату что за кого в этот раз искатели приключений 6 великолепных бойцов каждый на своей волне тут есть и варвар который с двуручным топором на самом деле будет набивать противником лица без оружия и лучник который там с псом соколом с меткой и друид который там прикапывает короче 6 человек с фактически уникальной веткой прокачки ветками ветками при отпуск пришли сдали что что еще звери чудовище чудовище не не будем мы брать нубасов пять степлетов с ними можем справиться ой хлюп 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 это может быть сложно потому что кроме кроме ассасина тут никто ничего не как я уже отравлен но если мы так еще мазать будем то это дает это конечно сейчас будет плюс мораль жесткий яд что кроме Ну, вроде выжили кое-как. Ну, вроде выжили кое-как. Застали врасплох 10 воров. А как я сейчас буду с ворами сражаться? Вы с ума сошли? Ну, в смысле, да, беру хп, а все правильно говоришь. Танк тоже. У него инициатива же 3 звезды. Я не знаю зачем. Ну, у него тоже, кстати, есть свобода действий. Так что, видимо, я буду качать с защитой инициативу и на выбор жизни или выносливости. Ну, не атаку же, правильно? Призыв Гончинь. Вообще метку хотелось. Метка крутая. С его-то точностью. А у него есть там это инициативы... Да, дальневой базовой защиты в дальнем бою. Треть базовой защиты в дальнем бою. Но, как бы, ему все равно, как ранжевику, нужна. Мне кажется, нужна... И ты не успела подлечиться, да, совсем? Ты не успела подлечиться. И это трындец, как опасно. Да, ладно. Поехали. Попробуем. Главное, будет ли на ютубе полная версия? И только полчаса стрим идет. Я локальную запись делаю. После... 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 Залью. Не так ударил. Пропустил зря ход. Вот как мне с ассасином, не имея возможности... То есть я могу только... Бить только так, как пока... Ну, если меня не бьют совсем. А, там еще метательная. Вообще она с одного может уйти. Она и уйдет с одного, если что. Пора попадать. Вот это молодец. Вот за это вообще респект. Шесть человек. Я вижу четырех только. Короче, мы без тебя справимся. Беги просто. Ну, вот эти вот... Выстрелы. Они не хотят подходить. А мы пойдем. Там будет ваншот практически в любом случае. Он и Т2 этих будет разбойников шотать. Вообще не проблема. Двое из засады идут. У нас тоже свои маневры есть. Все, понеслась. Побежали. Вяжем. Подходим. Ничего не делаем. Подходим. Ничего не делаем. Ничего не делаем. Ничего не делаем. Бьем икса. Сейчас бы какой-нибудь караванчик. Для того, чтобы перевести дух. И... Подлечить нашего главного. Разбойничка. А, нет. Добытельный монах я тоже готов. Ну, работа была проще некуда. Туда... Тут зашли-вышли. Еще оружие могут дать с определенной вероятностью. Ну, нет. Не дали. А, тут три человека. Ну, смотрите, какие три. Т2 копье. Тесачок. Закаленные. Но них статов нет. Древний акселарий. И древний гелигейнер. Это Т1. И два Т2. Броня нужна. Надо пробовать брать их. Надо пробовать их брать. Силой. Дебафаем. А, конечно, сейчас ты лучником как. Просто разуплотнейших. И я рассчитываю на танка и топора, если честно. Больше здесь мне особо никто не нужен. Да-да. Дебафаем, отступаем. Метка выстал неплохо, кстати. Я все умоляю. Конечно. Конечно, получится. Добрый день. Задание было проще некуда. Спирвал, говорит баба-гнида. Что? Баба? Ну, какая, какая спирвал-то? Чего? Что ты несешь? Правда, оборудования вообще не осталось. Кроме одного несчастного кипарика. Все было разрушено. Все было просто разрушено. Почастую топором разрушено. Разрублено. А, жалко. А, жалко, жалко. 35 рубаха. Ну что, поехали. Не, я не хочу от топора пока отказываться. Эти вот амбидексеры. Лучше, наверное, что-нибудь универсальное. Ему чего-нибудь такое. 3-3-3. А что ему может помочь? О, на 7 урон увеличен 10% для любого использования, в том числе кулаки. На 10%. Ну, как бы и туда, и сейчас, и туда. Так, тут у нас сила воли. Так. Господи, какой он дохлый. Просто жесть. Какая атака? Какие три атаки? О чем речь? Работает. О! Нам починили оружие. Хорошее снабжение. Караванов нет. Я бы отсюда ушел с караванерсом с каким-нибудь. Но раз нет, придется чапать своим ходом куда-то. Вместе с караванами. У них там точно есть защита какая-то. Эшбах. Караван. И типа следу вернуть. Пять болот, что ли? Держи вором. Жизнь вообще не восстанавливается. Надо после этого встать лагерем и... Да. Стрелы закончились. Ой-ой-ой. Да, срочно лагерем вставать. Основного человека не могу использовать по назначению. Дэйс. Отлично сходил. Така, может круговой удар? В чем черт не шутит? Извините. Ой. Да. Упакот говорит, а попрошайка в планах есть? Нет. Пока никаких планов. Пока никаких планов. Потому что... У меня по плану был... Сразу после оригинала по рогону, ты видишь, как произошло. Там два удара по голове опять. Это было очень-очень больно и обидно. Кажется, надо заканчивать все-таки. Не, да, я пойду отдыхать. Я хочу... Я хочу, знаете, вот прям вот основательно. Завтра... Завтра встретимся с вами часа в два. Приходите. Я с делами раскидаюсь. И присоединяйтесь к трансляции. Прям вот с самого начала чистенько, не торопясь, экипируясь, прикрывая. И вот этих шесть человек будем вытаскивать в высшую лигу, так скажем. Потому что их статы, их обилие перков, оно позволяет сделать мега крутых товарищей, которые я все равно залью рано или поздно. Но, по крайней мере, будет красиво. Красиво будет. До завтра. Спасибо за то, что смотрели. Пока.